Привет-привет, друзья! На календаре 2 августа, и это значит, что снова расплескала синеват. Меня зовут Яна Таран, и сегодня я попытаюсь выяснить, почему десантники так любят купаться в фонтанах. Здравствуйте, здравствуйте, ребята, с праздником! Я к вам сразу с главного вопроса. Вы мне расскажите, откуда такой миф, что все десантники на всю голову отсажены? Это с народа пошло такое. Это придумали просто. На самом деле все адекватные люди. А вы кирпичи разбивали лбом? Угу, бывало. Вас в милицию когда-нибудь забирали? Меня нет. Забирали? Ну, конечно. За что, отмечали 2 августа? Нет, отмечал дембель. Дембель? Да. Вы когда-нибудь в фонтане купались? Да, было. Один раз. Ага, было, да. Чем отличается десантник от парашютист? Интересный вопрос. Даже не могу сказать. А сколько полосок на тельняшке? Честно, когда-то знал, уже забываются такие моменты. Какой ваш самый смелый, самомужественный поступок? Тяжелый вопрос. Бабушке, наверное, через дорогу помог перейти. На этом все, да? Нет. Сколько раз отожмете? Много. Сколько много? Сколько лет ВДВ в этом году? С 30-го года 89? Ну, значит, 89 каждый десантник отожмется. А, давайте проверим. Нет, эксперименты мы проводить не будем. Попозже. И здесь. Мы придем, снимем. Как каждый десантник 89 раз отжимается. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20... А, все? А вы бутылку об голову разбивали? Да. А как надо? Есть секретики какие-то? Ну, конечно, есть. Ну, расскажите, расскажите. Смысл в том, что идет вся сила в момент соприкосновения. То есть ты движешься на опережение бутылки и тянешь ее на себя. А, то есть вы себе, а не кому-то об голову разбивали? А, ну, конечно. А кто круче, ОМОН или ВДВ? Ну, конечно, мы, десантура. Нас мало, но мы в тельняшках. Слушайте, а когда прыгаешь, вот, спрошу, там, щеки раздуваются? Вы попробуйте. Смотря как прыгает. Смотря в голову, какие щеки. А что кричите, когда прыгаете? Ничего. Молча? Молча. Ждем, когда она раскроется. За ВДВ там кричите? Нет. А у вас татуировки есть? Есть, есть, есть. Можно посмотреть? А, и не одна. Вот. Ого, вот это. А что это, вы Бэтмен? Да. Да. Первый прыжок с парашютом? Первый прыжок с парашютом. Ничем не сравнимые ощущения? Естественно. Желаю попробовать. Сколько раз прыгал? Один. Желаю попробовать. А бывают такие, которые, типа, нет, нет, я передумал, я пойду в связисты. Нет, там у нас таких не было. Все нормально прыгали, все хорошо. Десантником становится человек, который сделал первый прыжок именно с Ил-76, либо с Аннушки, то есть 22-й, то есть... Атрибут обязательной ВДВ – это тельняшки. А вот вас не раздражает, что сейчас ты стал просто таким вот модным трендом, когда девчонки, мальчишки такие на подворотах гоняют в тельняшках? Ну, с большего-то на самом деле нет. Очень жаль, что этот праздник никогда в СССР даже не считался официальным. Он никогда не праздновался на государственном уровне, понимаете? Это был народный праздник, значит, всегда. «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по милетам, даже сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым светом. Даже сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым». Ну что ж, друзья, вот таких десантников я встретила сегодня. Кто-то из них дебошири дерется с милицией, получается, это трое суток. Кто-то в этот день посещает детские дома. И, в общем, каждый отмечает этот праздник так, как считает нужным. Своё отношение ко дню воздушно-десантных войск оставляйте в комментариях. Меня зовут Яна Таран. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!